Он говорит, что с тех пор, как я начал поститься и делать депривацию сна, то у меня просто очень большая проблема с головой, с мыслями. То есть это, если Федерик прошел на фон, то я имею в виду правильно, то у нас находятся шизопринии или различных подобных проблем. Вот, и он говорит, я знаю, что это часть процесса очистки, но мне все эти вещи доставляют много страданий. Так что, есть ли у тебя какие-нибудь предложения по этому поводу, советы? Ну, это в любом случае нужно, во-первых, работать с человеком, а во-вторых, сейчас переведешь, я тебе скажу следующее. Окей, спасибо. Во-вторых, у нашей головы есть только наше тело. И когда тело уже готово растождествиться со своей головой, то есть когда тело уже чувствует, что ему не нужна вода и вода... У нас какие-то проблемы на линии, сейчас там кто-то... Федерик, could you please mute Estrella? Да? Окей. Да, Света, то есть когда тело уже готово, готово как бы не растождествиться с телом, да? Да, растождествиться уже когда готово с головой, то голова всячески будет устраивать нам мысленные атаки, чтобы этого не делать. Потому что голова, если тело уйдет от головы, если оно будет вне зависимости, то голове будет уже не над кем командовать. Поэтому чем дальше мы идем, тем больше до какого-то периода наши мысли начинают нас отдаливать. Окей. So, the second thing is related to this phenomenon, when our head, our body is ready to get rid of the control of our head. And once it happens, once this distinguishing happening or separation happening between the body and the head, our head becomes, you could say, more and more crazy. Like, it brings us more and more different strange thoughts and stuff like that, because it feels that it loses control over the body. rrh . . . . . .